Конечно, там, где подороже, там улавливаете, да? Фото в баню, в сауну. Ну, чувак, я тебя разочарую. Ниша вообще нафиг не нужна. Ну, не ругайтесь, ребят, не ругайтесь. Конечно же, классика, классика. Чё это вообще такое? Мужские бюджетные ароматы. Средний сегмент. Привет, ребята, с вами Илья. Вы на моём парфюмерном канале. И сегодня, по многочисленным просьбам, после выхода видео с ультрабюджетными, так сказать, с дешёвыми парфюмами, вы меня попросили сделать видео про бюджетные ароматы среднего сегмента. Готовьте заваривать чай-кофеёк, потому что это надолго. У меня довольно много айтемов сегодня, разных ароматов. Затронем люкс и цепанём нишу немножко. Ну, в общем-то, давайте начинать. Первый аромат в сегодняшней подборке, о котором я хочу рассказать, это John Varvatos Artisan Pure. У меня тестер-версия, она без крышки продаётся. Сказано о нём уже очень многое мной и другими блогерами. Это дорогое мужское отельное мыло цитрусовое. Лёгкий, воздушный парфюм, который на каждый день в жару и пекло просто, я считаю, незаменим. У него стойкость час-два. Ну, местами. Как-то он потом ещё может появиться на коже. Ну, уже так, знаете, лайт. Но эти два часа, вот они копейка в копейку отработают со стоимость этого парфюма. Тут есть 75 миллилитров объём, что делает его, ну, вход по цене довольно бюджетный и делает его доступным. На лето потрясающе. В межсезоне я ношу обычные артизаны, а вот именно Artisan Pure ношу всегда летом и кайфую. Если из моей аудитории есть спортсмены, я уверен, таковые есть, это, ребята, идеальный для вас вариант в качалку пойти, там, заняться единоборствами, чем вы там занимаетесь, будет идеально. И до и после тренировки, и во время будет тоже классно. Вообще не душит аромат. Потрясающе. Пахнет на свою цену. Опять-таки я подчёркиваю, то, что нужно. Аромат, ухоженность, чистоты именно мужской. Классная комбинация. В последних как-то выпусках ещё какой-то такой, как нотка ели добавили сюда. В общем-то, ну, классный запах. Уже много о нём говорил. Попробуйте. И по карману особо не ударит. Кстати, очень комплиментарный. Девочкам очень нравится. И из его ещё сильных сторон под всё можно носить. То есть, под любые образы. Надеваете и носите. Обалденный запах. Так, что тут у меня ещё на столе. Ну, давайте дальше пойдём. Значит, Kenzo. Ом. У меня новая, так сказать, версия. Ну, в общем-то, аромат тот же. Он идёт просто в новом флаконе. Так как аромат этот пахнет свежестью. Именно такого, знаете, сочного, влажного. Молоденького бамбука. Вот вы его взяли, мачете срубили. Вот так вот после дождя, где-то в джунглях, этот бамбук. И вот с него вот соки все. Вода вот так вот стекает. Вот так вот, в принципе, этот аромат и пахнет. Травянистость лёгкая. Какие-то морские лилии. Вот что-то в голове такое всплывает. Освежающий и классный. Тоже стойкость особо у него небольшая. У меня УДА туалет. Там есть куча версий интенсии и так далее. Но мне нравится туалетка. Он самый лёгкий, потому что на лето тяжелее не нужно. Многие ребята хотят свежак со стойкостью в день. Я хочу вас, ребят, огорчить. Да, есть такие, типа мега-маратор топоризе, который будет вас за горло день держать. Но в целом, свежие молекулы, они себя ведут определенным образом. Они не будут, ну, как бы, держаться на коже день. Потому что это свежие молекулы. Свежаки, они, как правило, лёгкие вот эти ароматы. Они там стойкостью у них 2-3 часа. Потом нужно добавлять. То есть это в силу и молекул, и самой концентрации парфюмированного масла в аромате. Свежак он а то и свежак. Это, в принципе, есть сильные преимущества свежих запахов, так как они и на работу, и на каждый день, и тоже и в качалку, и спортом заняться отлично подходят там. И на вечер. Это очень универсальные ароматы. Но летом, когда пекло, когда 40 градусов жары, согласитесь, не поносишь какие-то прямо в день именно в саму жару какие-то прямо там древесные композиции, мускусные, мудовые и так далее. Поэтому вы на свежаки токсина не надейтесь на стойкость. Это аромат просто вот комфортный, для комфортной повседневной носки. И, конечно же, здесь и в силу цены своей особо недорогой такого вот красивого флакона. Новый мне нравится очень. Всё-таки описывает и сам аромат, его звучание. Ну, вообще, с точки зрения маркетинга узнаваемая форма. Форма, вы знаете, как работает. Как и там One Million от Пакарабана и так далее. Всякие там Toyboy. Мы к нему, кстати, тоже дойдём. То есть это узнаваемо, тоже как бы классно сделали. Нравится. Я вам его рекомендую. Хороший свежак, мужской. 110 миллилитров этот новый флакон. Вот видите, 110 миллилитров. Это значит бамбуковая палка, ребят. Дальше мы идём. Дальше. Куда ж без Versace. Я знаю, уже надоел. Ну, не ругайтесь. Ребят, не ругайтесь. Ну, реально классная композиция. Очень старый, да, такой аромат. Но, блин, он крутой, конечно. Это Offresh от Versace. В общем-то, такая для меня эталонная в люксе за эту цену. Подчёркиваю, эталонная. Конечно, там, где подороже, там и требования как бы побольше. А для такой цены тут есть и тридцатка. То есть, да, вход по цене улавливаете, да? В общем-то, пахнет классно. Это такая эталонная для меня акватика. Вот свежий морской воздух, в котором растворились зелёные травянистые аспекты, как скошенная трава зелёная. Классный запах. Так, немножко цитрусов ещё. Мужской. Такой, я знаю, по-любому, ваш папа, ваши отцы носили этот аромат в своё время, как и мой, кстати. В общем, крутой аромат и рекомендую. Он тоже не очень такой стойкий, до 4 часов. Последней версии, конечно, его перебрали, переформулировали, уже стойкость не та. Но по-прежнему узнаваемая формула, классный запах, тоже, кстати, комплементарный. И у него есть ещё такой дезодорант, я им пользуюсь тоже. Вот про стики меня часто спрашивают. У меня вот нераспакованный этот и пуром, который у меня сейчас вот плотный. Я их постоянно меняю. Эти стики. И все перелопатил. Недавно в ТикТоке попал на эфир одного парня. И я всегда, когда попадаю в загруженные эфиры, там, к девочкам, к парням, все сразу там пишут комплименты и так далее, что-то узнают. А я всегда о своём, о парфюмерии. Чем пользуетесь там и так далее и тому подобное. И мы с этим парнем в чате что-то зацепились за део стики и он начал хвастаться. Вот я разбираюсь, вот я пользуюсь там определённым део стиком дорогим. Он мне показал, а я говорю, есть там оксидный алюминия? Он говорит, да, есть. Я говорю, ну, чувак, я тебя разочарую, потому что это забивает поры, это вообще не то. Да, от него, конечно же, пота нет и запах убивает, так как вообще пот из вас не выходит, если там есть алюминий. Вот. Я не знаю вообще, как это продают, но это очень реально для пор, ребят. А вот эти варианты, которые я вам сейчас показал, это, ну, просто ароматическая история плюс спирт. Спирт даже где-то подсушивает, то есть даже полезно. Подмышки публили, сразу можно наносить ещё и процентифицировали. И пахнет хорошо. То есть потеть вы не перестанете, но ваш именно запах он перебивает. Вот такой вот, вот такими я стиками пользуюсь. И тоже, они, кстати, пахнут даже круче, чем сам аромат вот во флаконе, который я показал местами. А второй, ну, конечно же, конечно же, классика, классика, ещё больше, чем о фреш, это Versace Purom, в общем-то, аромат, который был сделан для самого Giovanni Versace, ну, уже, конечно, после его смерти, в общем, дочка Донателло посвятила с парфюмерами этот аромат. Короче, это эталонный, такой тоже для меня, цитрусовый, мужской, такой дерзкий парфюм. И хоть старая школа, но пахнет он, ну, до сих пор, ну, как бы, классно. Нет такого вот, что-то, как ретро, типа, классный свежак, тоже за свою стоимость, есть маленькие объёмы, вы фигшен найдёте с таким звучанием, прикольным. Обалденный, тоже, как бы, стойкость, он побольше, чем у Fresh, но тоже, там, не супер стойкий, но классный, и как и у Fresh, под всё абсолютно заходит, вот эти все четыре, которые сейчас показываю, какие все четыре, все ароматы, которые сегодня вы узнаете, это всё тупо под любые луки, и под летние образы, и под спортивки, и в качалку, и на работу, в баню, в сауну, в машину, в общем, куда угодно вы это наденете, и это тоже, несомненно, большой плюс, потому как, если на денег много не тратите, и везде можно носить, классно. То есть, если вы нос неискушённый, если вам ниша вообще нафиг не нужна, хотя и нишевые, сегодня покажу вам классные ароматы, но вот не гонитесь за ценой, как бы вы плевать на это хотели, в общем-то, классно пахнет, реально нравится. Вот. Ну и давайте цепанём старую школу, всё-таки, Джорджио Армайи, Аквали Джио, Оде Туалет, куда же без него, тут, конечно, чувствуется старая школа, но для меня это тоже эталонный, мужской, дерзкий, такой слегка терпкий, акватический тоже аромат, только во фрешем более зелёный, такой травянистый, да, а здесь вот акватика, плюс терпкая древесина, влажная, плюс вот тоже какие-то, может, лёгкие цитрусы, на каких-то таких вот воздушных мускусах, это всё и по-мужски, и по-мужски. Прослежётся такая лёгкая нотка, я её называю, нотка прокуренной, мужской, кожаной курки, из тонкой кожи, напа, вот что-то типа такого здесь тоже есть, как в Кредиавентус, такой вот момент, такие мускусы, интересные, он именно мужской, такой брутальный, дерзкий, при этом свежий, тоже на все случаи жизни аромат, ребята, есть маленькие объёмы, и по карману не ударит, не обанкротит вас это точно. Так, про микрофон не говорили, видео в предыдущем, у тебя больше микрофона нет, ребят, ну как бы, шур, 77B, профессиональный, классный звук от него, просто на стойке его держать постоянно, это сковать себя в движениях, поэтому, посмотрел, как бы, некоторые, исполнители, музыканты, вот так вот, просто записывают, довольно прикольно смотрятся, я подумал, почему бы тоже не таскать его с собой, просто в кадре, и быть мобильным, вот, без этих всяких стоек, а мы идём дальше, ребят, булг, а, подождите, булгари, отставить пока, в общем, Mont Blanc Explorer, это ребята, которые ищут Кридавентус, вот многие советуют его, но я вам хочу сказать так, это не клон Кридавентус, это тоже такой свежий, фужерный, древесный, древесный аромат, с краплениями ананаса, но он пахнет совсем по-другому, не как Кридавентус, он такой даже самобытный, обалденного качества аромат, обалденного качества флакон, если на Авенту жалко денег, обычно берут Армавк, лапленный детенсмен, ну и вот эту штуку тоже, это вот про его историю, но в целом он пахнет, ну как самобытная такая вот единица, классный запах, свежий, тоже здесь присутствует, та самая нота хвалебная мною, вот в предыдущем варианте, как мужская прокуренная куртка, такая где-то в лесу типа, в общем мужской, дерзкий, классный, повседневный, и молодым, и взрослым парням подходит, под все заходит, есть маленькие объемы, цена хорошая, что еще нужно, так вот еще и стойка часов 5, ну это просто топ, ааа, по Версачи, ребят, забыл еще по Версачи сказать, для свиданочек, типа, для молодых вообще парней, вот Версачи Эрос, сходы туалет, яблоко, ваниль, и мята, прикольное сочетание, приторный, такой приторный, слегка он, ну вот на старте, когда вот спирты прям вух в нос, подождите немножко, все усадится, и довольно прикольный, такой тоже в свежем ключе, молодежный, современный ароматик, на вечериночку, в кафешечку, вы там в 11 классе, например, школьник, или в 10, или начало института, вот просто бомба, просто бомба, и тоже есть маленький объем, и не ударит по деньгам, Flame мне нравится меньше, красный, который более липкий, такой, надоеливый, а этот более, он быстрее раскрывается, ну естественно, меньше концентрации, меньше парфюмерного масла, и в этом его даже плюсы, 5 часов играет, классный, комплиментарный запах, вот, теперь мы переключаемся на Булгари, в Булгари тоже есть очень крутые запахи, мужские, дерзкие, такие, знаете, очень комплиментарные, вообще, столько комплиментов, свежие, обалдеть, в общем, Ryan Essence, первый аромат, тоже такой воздушный, где-то акватический, где-то цитрусово-зеленый, тоже с украплением зеленой травы, как вот во Фрэше, такой одеколонистый, мужской, дерзкий парфюм, именно, ну пацанский, что ли, вот, если хотите так, здесь тоже еще присутствует, та самая хвалебная нота, прокуренной кожаной куртки, где-то вдали, классный, классный, мужской, вот сегодня он гонял в этом же поле, его надел, джинсы, лоферы, обалденно, он еще тоже такой, ну, довольно стойкий, до 5 часов играет, хотя свежак, классная работа, вообще, находка, а второй, это, Glacial Essence, это, древесный фужер, с краплениями имбиря, тоже этой ноты, хвалебной, прокуренной кожаной куртки, и цветочных аспектов, тоже интересный, более, с более сглаженными углами, чем предшественник, но тоже дерзкий, мужской, пацанский, обалденные две работы, рекомендую, то есть, Булгария, он не только делает, вот эти крутые штуки, там, по 15 тысяч, у меня вот, Гаян любимчик, не только, такие ароматы, умеет делать, Булгария, это, Тайгар, тоже обожаю, у меня вот два любимчика, из приватки, но и в такой линейке, вот, и мэн, черный, блэк, обалденные запахи, в Булгарии, реально, они за качество переживают, своей парфюмерии, делают обалденный продукт, это факт, так, ну, по люксу мы закончили, переходим, к нише, доступной, скажем так, ну, у нас аж лето, типа, включили это, мы идем, начало осени, конец весны, там, в общем, из Туарда Парфам, this is a not a blue bottle, это очень интересный запах, опять-таки, есть там и миниатюры, у них, в общем, доступно, доступно по цене, и много денег они не стоят, классный, сочетание несочетаемого, тут такая вечная борьба, сладости, свежести, сладости, не пойми какой, а свежести альдегидные, вроде как, как чистота какая-то, а вроде и не чистота, в общем, this is a not a blue bottle, такая штука, не похожа ни на что, ее фихо пишешь вообще словами, этот запах, но это, блин, пахнет офигенно, и ты в него влюбляешься, с каждым нанесением, ну вот просто, вот в буквальном смысле, этого слова, описать невозможно, как бархатистый, какой-то, сладенький, такой свежесладкий, кашемир, что ли, вот так вот это как-то пахнет, в общем, это любовь, это уже очень долго со мной, никогда не про меня, я его всегда есть на моей полке, запах шикарный, просто, вот, рекомендую, парниистовый, это стойкий аромат, он там до 6 часов спокойно, и это все тоже, вау, чем пахнешь, что это вообще такое, на тебе, ну это круто, вот такого примерно, аромат эффекта, классный, классный, довольно яркий, при этом, свежий, то есть, то есть, тоже куда угодно можно в нем, супер, рекомендую, это однозначно, ну и есть, такая вот линеечка, Voco De Parma, замечательная, Blue Mediterraneo, голубая, ну давайте начнем с классики, которую уже рекомендовал, это Ficadiamalfi, 150-ка, есть сотки, есть 180 мл объема, по-моему, вроде как и полтинники, могу ошибаться, полтинников может и нет, но тем не менее, то есть, стоит понятных денег, итальянское качество, красивые флаконы, хорошие компоненты, но что еще нужно, Ficadiamalfi, фиговое дерево, у морского побережья Италии, красиво, ну это Италия реально пахнет, всякими деревьями, там, каким-то рыночком, с фруктами, обалденный запах, в свежем ключе, это все шикарно обыграли, молодцы, и недорого как бы, второй аромат, это из этой же линейки, Bergamot Adi Calabria, это очень классный, терпкий, освежающий, взрывной бергамот, единственное, у этих ароматов, мне не нравится, что когда тока наносишь, они сразу бьют спиртом, минуту им дайте, раскрывается, потрясающе, свежий, тоже обалденный, на жару, просто незаменимый аромат, ну многие любители свежихов, носят их вообще и круглые, вот я знаю, а последний, мне сотка досталась, это мандарина Десицилия, по-моему, это новинка, если я не ошибаюсь, в общем, это потрясающий, сочный, такой звонкий мандарин, и качество, и самоподача, вот этого звучания, само подача, само мандарина, если хотите, он тут такой понятный, обычный, именно конкретно мандарин, как моноаромат, да, ну, конечно, обыгрывается, как свежим ключом, таким морским, чуть-чуть, как бы, древесинки, но вообще, не перебивает, то есть, на первых ролях, и вообще, всю композицию, здесь будет именно мандарин, чего нет, там, в той же, молекуле, эссентрик, и так далее, вот эти все мандариновые истории, поэтому, у меня особняком, сейчас он обалденный, тоже, аромат, про мандарин, так, и последний запах, ребят, это, тойбой, конечно же, от Moschino, в общем, не сказать о нем, не могу, потому что, ну, за эти деньги, вы получаете, реально, очень интересный, нишевый запах, он пахнет, такой, брутальной, терпкой, чайной розой, в свежем ключе, мне очень нравится, когда он, пахнет, минут через 10, после нанесения, он так раскрывается, очень, такие, как свежие аспекты, свежедревесные, появляются, вообще супер, и еще мне нравится его стадия, когда уже база раскрывается, где-то через час, вот, начало мне не нравится, вперед 10 минут, потом он мне нравится очень, потом как-то нейтрально, и потом концовка, просто на коже, обалдевающий флер, такой терпковатый, классно, интересно, нишево, и за понятный прайс, такое звучание, в принципе, больше нигде и не найти, поэтому я его, конечно же, показал, и он очень стойкий, это его преимущество, несомненное, то есть тут просто, или ненависть, или любовь, если нравится такое, это вы будете с ним, если не нравится, просто это не ваше, и все, в отличие от предшественников всех, потому что они, конечно, универсальны, ребята, у меня все, поставьте лайк, откомментируйте, какие вам ароматы, из этих нравятся, я уверен, что вы их носили 100%, ароматы не новые, но многие просили меня, это все запечатлеть, одним блоком, такой как подкастик, я думаю, сделаю, чтобы было на канале, поэтому, как бы, строго не судите, ну, в люксе нету, ничего там такого интересного, но делают новые флаконы, там, объемы меняют, то же самое продают, но, что об этом говорить, а вот то, что такое, ну, вкусненькое, прикольное, ну, решил, как бы, повторить, не обессудьте, если вы идите эти ароматы попробовать, ссылочки на мой сайт, в описании этого аккаунта, заходите, заказывайте, полноценные флаконы от Леванты, и желаю вам всегда пахнуть круто, и ярких, и запоминающихся вам шлейфов, господа, до свидания.